Перевал Дятлова «Правда и ложь» под заголовок «Кому сахар?» Сегодня я хочу вернуться к одной из фотографий, которая кажется мне очень важной. Но сначала предварительные некоторые фотографии, которые могут повлиять на трактовку фотографий, которую я хочу рассмотреть. Известный снимок в Северном 2 «Прощание с Юдиным» обратите внимание на лыжные палки, которые были у дятловцев. Вот тут хорошо видна высота такой стандартной палки и из чего она сделана. Это бамбуковая довольно толстая палка. У некоторых дятловцев на этих бамбуковых палках есть ремешки, петли. Вопросов не вызывает, что палка довольно высокая по грудь человеку. А вот снимок из похода недятловцев 56-го года поход. И тут Петр Бахтияров, вот Манси в парадной рубашке с национальным узором, Манси в меховой шубе, ля-ля-ля. И вот Манси на лыжах. Давайте посмотрим, Манси на лыжах. У Манси особые лыжи, они широкие. Туристы-то наши ходили на узких лыжах, а у Манси лыжи широкие. И Манси не используют лыжные палки. В лучшем случае они используют в качестве лыжной палки такой один длинный шест большой. Но они обычно ходят вообще без палок. Вот как выглядит Манси. И Манси не используют для ходьбы на лыжах палки. Это очень важно. Теперь мы обратимся к снимку, который я и хочу снова подробно рассмотреть. Ну вот, исходный скан. А вот я немного увеличил контраст. Этот снимок кажется мне очень важным и очень странным. Зина подошла на лыжах. Бросила на лыжу какую-то фиговину, возможно варежку. Она не может, Зина, проехать дальше. Потому что ей путь заслоняет сидящий спиной к нам человек. При этом сложно определить, что вот это за штуковина тут. Какая-то перекладинка получается. И поскольку Зина не может продвигаться дальше, она наклонилась. Она вот себя придерживает за штанину. И протягивает кому-то, насколько я вижу, 4, а может быть 5, кусков сахара рафинада. Если я правильно трактую эти квадратики. При этом перед сидящей к нам спиной фигурой в снег воткнуты 2 лыжные палки. Обратите внимание, что эти лыжные палки гораздо уже и короче, чем обычные лыжные палки дятловцев. Давайте посмотрим. Можно было бы подумать, что это какая-то искаженная перспектива. Ну вот палку можно сравнить даже с лыжей. Вот лыжа есть. И по сравнению даже с лыжей, эта палка тонкая и слишком короткая. Взрослый человек не может ходить с такими палками. Ему бы пришлось идти согнувшись. Эта палка рассчитана для, ну скажем так, кого-то, кто ростом с ребенка. При этом на походных снимках нигде не видно вообще, чтобы у дятловцев были лыжные палки вот с такой черной обмоткой на рукоятке. Да, вот с петлями есть, но с обмоткой нет. Это именно миниатюрные 2 палки. Они воткнуты в снег. Мне в комментариях писали, что это может быть карлик Манси пришел на лыжах. Но Манси, как я сказал ранее, они не используют лыжные палки. Я нарочно заморочился с этим и уточнил. Манси ходят без лыжных палок. Вопрос. Кто пришел к дятловцам на привал, имея такие маленькие лыжные палки. Соответственно, наверное, и лыжи маленькие. Но это я уже не буду пускаться в предположение. Но рассмотрим также композицию. Она странная. Фотограф нарочно перевернул фотоаппарат, чтобы придать снимку вертикальную ориентацию. Он фотографирует именно Зину, которая протягивает сахар и избегает сфотографировать того, кому Зина протягивает сахар. А Зина протягивает этот сахар, вероятно, обладателю низкого роста и обладателю этих вот коротеньких лыж. Мы видим по другим туристическим снимкам тех лет, как те же хибиновцы, дятловцы, они охотно, они с удовольствием фотографировали колоритных манси или оленей. А тут камера нацелена строго на Зину. Есть какой-то умысел фотографа в том, чтобы в кадр не попал тот, кому Зина протягивает сахар. Вопрос этой серии. Кому сахар? Продолжение следует.